Всем здорова, народ! Сегодня продолжаем челлендж. Играю за гибрид ДКшника Регу режим 1х1 в минимальном гире и пытаемся забраться максимально высоко. Соответственно, ни одного черного бриллианта и в помине здесь нету. Белдачок вы мой уже знаете, таланты мудаки, символы следующие, показываю вам. Если вас интересует подробный гайд на гибрид ДКшника или настройки моих PvP-шных аддонов интерфейса, первые ссылки в описании, первом закрепленном комментарии, переходите, смотрите. Ну а мы начинаем видос, всем приятного просмотра. Была, конечно, максимально интересная рега, когда я записывал данные каточки. Мне то ли 4, то ли 5 раз попались в ШП-присты подряд. И потом еще пару раз пришлось сыграть против Фростмага. И если ты играешь за гибрида, ууу, это максимально душные каточки будут, народ. Потому что смотри, если ты играешь за Анхолика, тебе попадается ШП-шник, все, это максимально быстрая и простая победа. Ты забайтил его на тучку, призвал Гаргулию, уничтожил, все. Все, вариаций у ШП-шника нет абсолютно никаких, потому что у тебя, во-первых, есть бурстовый урон довольно нехилый из-за Гарги. И при этом у тебя есть перерождение, то есть ты как минимум 1 фир можешь задиспелить. И это позволяет нам очень быстро уничтожить ШП-шника, вообще без шансов для него. У гибрида же бурстового урона нет, это раз. И второй момент, у тебя нет перерождения, поскольку ты играешь через Анхолика Блада. Все, у тебя ветка Фроста не выкачивается, перерождения нет, задиспелить фир ты не можешь. Соответственно, приходится отыгрывать от своих кулдаунов. Типа, зеленочка открешилась, пошел, упоролся в ШП-шника. Зеленка на кулдауне лучше лишний раз не быковать. Потому что да, у тебя есть захил, туда и сюда, но опять же, на тебя ШП-шник повесил 3 твоей дотки, и ты весь свой захил потратил. Все, на этом твой захил закончился. И приходится все равно как-то бегать, ждать и так далее. А ШП-шника ты быстро убить не можешь, потому что у него все-таки есть сама хил, он может там лишний раз нажать на себя всякие лечащие заклинания. И при этом мана-то у него особо сильно не тратится. Да, в идеале, конечно, его как-то на эту ману байтить, чтобы он ее прям много тратил, и потом уже в него упороться с концами и добить. Но не всегда это получается. Против грамотных ШП-шников или против очень одетых ШП-шников могут возникать проблемы. Потому что он, опять же, довольно неплохо регенит себе ману, лишний раз ее пытается зря не тратить, и возникает у тебя проблемы. Потому что ты его забурсить не можешь, по мане просадить ты его тоже особо не можешь. И типа такой, а что делать? Ну вот и играете потом вы с ним, я не знаю, 20 минут, пока антихил слишком высокий на арене прям не будет, вот это урезание хила. И тогда да, тогда пробить его можно. Когда ШП-шник призывает своего этого беса, на самом деле супер прикольно клацнуть зеленку. Потому что у него огромные тычки, и они, видимо, магические, и, соответственно, они улетают в зеленку, и ты за одну тычку этого беса накапливаешь, ну, я не знаю, треть себе силы рун. Просто тебе тычку дает его бес. У тебя треть силы рун накопилось, еще тычка, еще треть силы рун, еще тычка, еще треть силы рун. Ты как бы дэмэш нивелируешь, и силу рун повышаешь себе. Прям очень много, и нехило ее так себе фармишь. Ну вот, как вы видите, у ШП-шника мана не заканчивается. Да, я его пробил на 50% ХП-шки, ну а что толку-то, он сейчас захилится просто, и все. На ШВП-шника он может пока по КД держать в контроле, постоянно через сковывание нежити по нему отыгрывать. Если мы, не знаю, накинем на ШП-шника кровавую метку, чтобы подхилиться, он ее спокойно может задиспейлить. Поэтому против ШП-шника лучше всего накидывать немоту и только потом кровавую метку, если уж вам хочется прям как-то себе лицо зарегенить, используя данный спел. В этом и проблема ШП-шника, то, что он может диспейлить наше замедление, он может диспейлить кровавую метку и так далее. Да, дотки он задиспейлить не может, но он их может просто выхилить. А какого-то брустового дэмэджа, опять же, повторюсь, у нас особо нету. Ну, типа, проспамили мы кайлами 3-4 раза подряд, ну и все, а сила рун закончилась. Что после этого делать, да хрен его знает. Поэтому пытаемся по максимуму не давать ШП-шнику продохнуть вообще. То есть, чтобы он, ну, главное не давать ему пить, это 100%, потому что если ШП-шник отопьет сейман, у вас вообще шансов не будет. Нужно как-то его постоянно прессинговать, при этом особо для себя без рисков. То есть, если вы понимаете, что у вас есть сейвы, у вас есть зеленка там и так далее, можно на него упороться, да. В идеале, конечно, какой-нибудь фир задоджит зеленка, если понимаете, что у него фир вот-вот откатится, и он захочет у вас его нажать, клацаете зеленку, и вдруг он там, не знаю, может ее не заметить. Или по таймингу прям идеально попасть, что вот вы классную зеленку, а рис нажал фир, и все, и минус один контроль у него получается. Вурдалаком пытаемся стайнить приста, когда он либо пьет, либо нажимает какой-нибудь гимн, если у вас не получается самим до него дойти, там гриппнуть или кик нажать, например. Когда он за пиларчик вас лосит и так далее. Ну вот, и казалось бы, у приста закончилась мана, но он нажимает свои кнопочки и все, и у него снова уже 8000 сверху, и это прям максимально неприятная темка. Прям максимально неприятная. Воут. Но мы не теряем надежды и постоянно его прессингуем, прямо долбим, 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 чтобы он чувствовал себя некомфортно, чтобы он не чувствовал себя свободно. Это уж точно нужно делать. И лишний раз, лишний раз, не упускаем возможности его продамажить. То есть вот сейчас я вурдалака своего взорвал. Я такой понимаю, окей, меня шпшник здесь никак не пробьет, мне нет смысла держать вурдалака, чтобы там смертельный союз нажать и подхилиться. Лучше я его взорву, доп-дэмэш нанесу, опять же, какие-то ресурсы из приста выбью. Вот у меня откадышилась зеленка, я начинаю его прям долбить под эту зеленку. Она у меня еще, кстати, здесь увеличена, потому что я играл символом на, соответственно, антимагический панцирь, он на 2 секунды там или на полторы дольше длится. Тут мне не мота откадышилась, я к нему подхожу. Сейчас попытался разорвать дистанцию, чтобы он фером до меня не достал, но все-таки у него хватило рейнджей. Там, конечно, очень сложно его задолжить в этом плане. Рейнджа у фера прямо огромная. И вот проблемы у приста, но он пытается все-таки жить, мансить, как-то там зарегенить себе ману. Стань его пэтом, взрываю питомца, наношу дэмэдж. И если у него сейчас не получится как-то от меня убежать, то начинаются реальные проблемы, поскольку он потратил, по сути, все, что у него было. Последний раз он хилится, 140 маны тыкает тучку, и под тучкой у него, опять же, его мана гребаная восстанавливается. В этом проблема основная, потому что постоянно рез он себе регенит. Он себя и хилит, и ману себе резает вообще спокойно. Ой, и вы не пробивайте через всю эту суету, если не хватает гира. А гира-то реально не хватает. Если бы у меня были всякие черный бриллиант, если бы у меня был, я не знаю, брин-тролль какой-нибудь там, то я мог очень солидно на этого шипешника насаживаться даже в гибриде. Но вот поскольку нету, нету сильного гира, нету мощных пушек, приходится вот так вот выжимать из него все соки, прямо долбить, терпеть, насаживаться. Не выдерживает приз, сливает, это наша победа. Победа характером, пацаны. Вторая каточка. Играем против фростмага. Здесь на самом деле все лучше. Не думал, что я это скажу, но против фростмага играть гораздо приятнее, чем против шипешника, потому что как минимум катки не такие долгие. Тем не менее, нужно всегда знать, что быстрых каток против фростмага точно не бывает. Единственная возможность у вас быстро закончить катку против фроста, это упороться в него, встать на центре и откиснуть от фростмага. Вот это единственный вариант быстрой катки, быстрого завершения матча. Здесь настанет фростмаг, я стану его в ответ, решил не тратить тринкет, потому что мне все-таки еще пригодится. Накопил силу рун на зеленку, после этого гриппу его к себе, он тратит блинк, я накидываю на него дотки, кидаю в него койл и все, и отхожу. Потому что понимаю, если я сейчас за ним побегу, он меня зарутает в центре, он меня потом подзамедлит и все, я никогда до него не дойду. Придется либо не моту тратить, либо там еще что-то нажимать, это было бы неприятно. А так я зашел обратно за пиларчик, пока у меня зеленка действовала, побил его питомцем, побил его дотками, видите, у него уже неприятности такие начинают происходить. У него уже и щиты закончились, и маны половина, и хпшечка тоже не фуловая. В общем, довольно солидно я все сделал. Здесь пытаюсь тоже так вот из-за угла немножечко выходить, его коцать и забегать обратно. Потому что, опять же, против фростмага всегда хочется играть только под зеленкой. Вот он здесь проебал свой спелл. И я такой думаю, все, надо уже выходить, как будто бы. Но лучше бы я подождал буквально на одну секунду дольше, у меня бы откадешилась зеленка, и он бы меня не зарутал, не застанял, я бы не потратил тринкет. В общем, видите, чуть-чуть поспешил, чуть-чуть, признаю. Надо было просто, опять же, лишние полторы секунды подождать, зеленка бы откатилась, я бы вышел и спокойно вообще задоджил всю его суету. Ему бы пришлось, я не знаю, либо снова убегать как-то, но под немоту он нажимает глыбу, логично. Здесь я станю потомцем, взрываю его потомцем, и смотри, какая неприятная тема с лемом происходит. Я его грибнул, а он, ну, не грибнулся, все, все. Вопросики? Никаких вопросиков. No way, никаких вопросиков. Здесь не даю ему попить, просто кидаю лужу под ноги и пытаюсь переждать элементально. Его нет смысла долбить нашими спеллами, которые дамажат магии льда, потому что элем к ним не восприимчив. Только кайлами и только физическими атаками, ну или, соответственно, ударом чумы, допустим. Здесь снова отказывается зеленка, снова к нему подхожу, и вот сейчас уже проблемы у Фроста начинаются. Тут еще и немота залетает на микросекундочку. Танцующее, нет, не танцую, усиление рунического оружия, аквацию. И, по идее, сейчас нужно уже дожимать этого Фроста. Также на него метку положил сверху, чтобы он лишние дэмэдж даже мне не наносил, и я вот вообще все бы в свой дамаг направил. Так я и делаю, нажимает прилив сил, мы его станем бурдалаком. Туда же кидаю лужу. Дотки дамажат, Фрост погибает. На моем бусте находится уже больше 30 видосов, из которых 10 — это гайды на различные спеки и классы. Также имеются гайды по моим PvP-шным аддонам и настройкам интерфейса. Причем контент на бусте я записываю как по 335, так и по актуалу. Все видосы и гайды структурированы и находятся в разделе об авторе с прямыми ссылками на них. И все это вам будет доступно по подписке, которая в месяц стоит дешевле, чем кружка кофе. Поэтому переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Еще одна карточка против ШП-шника. Здесь он уже играет, кстати, в созвездии вот этого Таурена, созвездия быка или как оно там называется. В общем, у него стан имеется. Но здесь тоже самое примерно. Зеленка заканчивается, я подотхожу, чтобы, опять же, слишком много доток на себя не словить и так далее. Но, тем не менее, я не знаю, при стул достаточно накинуть просто две дотки, и вы уже очень солидно гниете. Ну, прям серьезно. Если вспомним того же Афлилока, ему нужно кидывать там, ну, до хрена дебафов, чтобы нормально цель пробивать. ШП-шнику уже достаточно реально накинуть просто две дотки, и все, и вы уже умираете. Тем не менее, имеем то, что имеем. Ведро порчи против нас играет. Такой вот никнейм пацанчика. Допустим. Не спешим. Не спешим, гаддем. Все равно быстрой катки не будет. Это надо признать. От этого нужно отыгрывать. Поэтому я просто жду, пока у меня зеленка откадешится. Все, зеленка... Ай-яй-яй. Смотри, снова чуть-чуть не хватило. Вот, ты видишь, да? Я на него накинул немоту, я его подстанил пэтом. Все, чтобы переждать, немножечко выиграть времени. И у меня осталось там 0,2 секунды до зеленки, да? Я не успеваю его клацнуть, он все равно в меня стан нажимает инста. Просто инста стан у меня залетает. Даже здесь, казалось бы, я вроде бы потратил, беру, и немоту, и стан пэтом. Все, чтобы выиграть время, чтобы зеленка откадешилась. Но даже так. Даже так. Чуть-чуть слишком поспешил. Чуть-чуть слишком поспешил. Зеленка не откадешилась, и я словил себе стан. Пришлось потратить тринкет. А если бы зеленка откадешивалась на полсекундочки раньше, это всего можно было бы избежать. Но он потратил, по сути, свой бурст, он потратил своего беса вот этого. Не помню, кстати, как он правильно называется, что-то совсем из головы вылетело. И у меня откадешивается зеленка. Не спешу я нажимать, в идеале, конечно, под фир какой-нибудь попробовать клацнуть, потому что он и так уже нажал у меня фир не так давно, нажал у меня стан. Сейчас вот в идеале подождать, пока у него фир откадешится еще вот эти 3 секунды и клацнуть зеленку. Оп, клацую зеленку под кд фира, но все-таки он не забайтился, он фир не нажал, допустим. И когда у меня зеленка заканчивается, я понимаю, у меня сейчас нет смысла в него упарываться, потому что вот я его гриппаю, он нажимает фир, это было закономерно. Но я все-таки решил ему за счет вот этого вот гриппа сбить хотя бы каст хила. Вот, если вы гриппаете и сбиваете тем самым каст, еще можно хоть как-то фир словить. А вот если бы я просто рядом с ним остался, вот впритык, он бы бесплатно в меня, по сути, фир нажал. Ну, понимаете логику, да? Вот. Призвал я вурдалака, застанил приста, взорвал вурдалака. Опять же, не хочу здесь тратить лишние ресурсы на самохил, лучше я побольше упарюсь в приста, лучше побольше маны из него выбить. Потому что захилиться я всегда здесь успею, по крайней мере пока. Он очень неприятно встал для себя. Если бы он отошел чуть-чуть дальше за пилар, я бы ему сейчас не смог прервать этот гимн, я бы его к себе не гриппнул. Это ошибка с его стороны. И снова такая же тема с фиром. Жду, пока он на него откатится. И хочу клацнуть зеленку под откат фира. Все, зеленку клацу, подхожу в упор ближе. Долбим его. Долбим, 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 долбим. Пошла проспамка кайлов, застанет бы пэтом, подстанет пэтом. Вурдалак. Хорошо сделал. Немоту закинул. И здесь решил уже от него отойти. Думаю, такой, ладно, он же сдается. Но он не сдался. Он не сдался, мог бы и захилиться. Могли бы еще дальше играть. Надо было уже добивать его. Ну, неплохо так получилось. Вторая катка против приста гораздо быстрее пошла. Но опять же, это ошибки с его стороны. Он мог гораздо лучше и дольше жить. Последняя катка на сегодня. Против фростмага посмотрим еще одну дуэль. Мацо. Фростмаг. Человек. И созвездие льва у него тоже, соответственно, взято. По сути, дополнительный тринкет у него имеется. Не знаю, какие аксессуары он у себя носит. Но задиспелить станчик нашего вурдалака он сможет. Хочется начинать бой. Против фростмага всегда, когда у вас есть зеленка. Я понимаю, что я сейчас смогу это сделать. Потому что мне чуть-чуть не хватало силы рун. Я нажимаю в него один спелл. У меня отказывается зеленка. Ну, на нее хватает силы рун. И я инста ее тыкаю. Он нажал обледенение. У него не получилось, соответственно, меня заморозить. Потому что я был под зеленкой. И он вынужден был нажать глыбу. На самом деле, мог бы ее не отдавать. Вот. Подождать моей немоты. Потом отдать глыбу. Но он решил сыграть более соевого для себя. Подратил глыбу в первый раз. Все. Все. Зеленка закончилась. И я особо не хочу под него выходить. Максимум, что я могу сделать, это вот так вот подстанеть питомцам. Закинуть ракетку. Взорвать пэт и так далее. Выходить в центр поля боя. Выходить, я не знаю, на открытую местность. Нельзя категорически. Только пока есть зеленка. Маг не выдерживает, ливает. Это просто смешно, конечно. Моралью давим противников. Вот такой вот видос, народ. Пишите в комментариях, кого хотите больше видеть. Гибрид ДКшника в режимах 1х1 или Анхоли ДКшника в режиме Сулу Кью в режиме 3х3. Всем желаю удачи, всем прогрессив пвп, всем пока.